Сегодня стоялось очередное аппаратное совещание под председательством Акима Жамбулской области Нуржана Нуржигитова, на котором были рассмотрены вопросы эффективности обратной связи с населением, а также ход строительства ряда объектов в регионе. С докладом по обратной связи местных исполнительных органов с населением выступил советник Акима области Нурмухамед Ниязбеков. Руководитель пресс-службы Акима области Дания Раскарулы доложил о результатах анализа ситуации с информационным исполнением социальных сетей представителями местных властей. О ходе реагирования на запросы жителей доложил начальник единой диспетчерской службы Жамбулской области Бакильдет Турсенбек. За эти три месяца на линию Жамбул-109 поступило 12 тысяч звонков. 91 заявка осталась без ответа. Из них 42 обращения относятся к ТОО Жасыл-Ель-Тарас. А 16 были направлены городскому отделу ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Работу городского Акимата раскритиковал и глава региона. Что касается незаконных строений, особенно по Таразу, данные, которые нам предоставляются, неверные. И мы остановили строительство ряда объектов из-за этого. Сейчас работает и проверяет областной Акимат. Скоро будет достоверная информация. В этом году из бюджета выделено 63,5 миллиарда тенге для реализации строительства 205 проектов по области. Из них 52 считаются переходящими на следующий год. На сегодняшний день уже сдано 22 объекта и освоено более 20 миллиардов тенге. В очереди на жилье стоят 35 924 человека. В 2022 году планировалось сдать в эксплуатацию 3 120 квартир. Также с прошлого года добавилось 35 732 очередника на землю, предоставляемого под индивидуальное жилищное строительство. Делим на основании очередности на жилье. То есть независимо от того, что в Байзахском районе имеется 10 проектов готовых, разработанных, мы исходим не от разработанных проектов, а от количества очередников. То есть согласно потребности в 2023 году в Байзахском районе 2 дома, в Жамбутском 2 дома, в Жуалинском 1, в Курдайском 2, в Мирке 1, в Моинкум только на 2025 год, в Рыскулово 1, в Сарасу 3, в Сарасу, Талашу ежегодно мы должны строить по 3 дома. То есть в этом году у них образовались пробелы, особенно в этих городах. Также Ерлан Урумбаев отметил, что регламент разработки проектно-сметанной документации не согласовывается с проектной группой архитектурного бюро. Таким образом было выявлено 74 проекта, прошедшие госэкспертизу без их заключения. Глава региона в свою очередь получил ответственным лицам сделать экспертизу выше указанных объектов за свой счет и в будущем соблюдать регламент.